МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родился и вырос в Москве в семье инженеров. В детстве увлекался биологией и даже не помышлял об актерской профессии. После окончания школы искал себя в различных направлениях от фармацевтики до бухгалтерского учета. В 24 года Григорий Антипенко решает стать актером и поступает в Щукинское училище. Большая известность пришла к нему довольно скоро после исполнения главной роли в сериале «Не родись красивой». Кроме съемок в кино, Григорий успешно реализует себя на театральной сцене. Он играет ведущие роли в таких спектаклях, как «Отелло», «Серанода», «Бержерак», «Медея» и других. Одно из главных увлечений актера за пределами кино и театральной площадок – это альпинизм. Григорий, хочу начать практически с цитаты Константина Райкина. Мне очень нравится этот человек, и я неоднократно в интервью увидела, как он высказывается по поводу актерской профессии, и его глубокое убеждение, что актерское мастерство, все глубины этой профессии, они познаются именно в театре, на театральной сцене. А кино потом пользуется плодами этого труда. В свете того, что в последнее время вы все больше задействованы именно в театре, вот насколько вы его точку зрения разделяете? Он прав, он очень хороший актер, на мой взгляд. Очень профессиональный актер, и то, что он выбрал сцену, а он выбрал ее сознательно совершенно, лишнее тому доказательство. В кино, к сожалению, особенно при нынешней режиссуре, ничего новое из себя вытащить просто не получается. Там нет на это времени, существует жесткий тайминг, кино снимают очень быстро. Хорошо, если профессиональные люди, а чаще всего это просто такие, ну, кустари, люди, которые занимаются бизнесом. То есть ваш выбор в пользу театра, он уже особый? Да, поэтому я ушел просто из кино и все. Ну, до поры, я надеюсь, что просто будут хорошие предложения, но то, что мне предлагают, это не радует, мягко говоря. Не хочу никого ругать, очень многие соглашаются и снимаются. Безусловно, это деньги, это популярность. Перестаешь сниматься в кино, моментально про тебя начинают потихонечку забывать. Но сделать шаг назад просто ради того, чтобы о себе напомнить, у меня не получается. На сегодняшний день в вашем театральном репертуаре, актерском, классике мировой драматургии... Да, мне везет. Да, там и Медея, и Сиранон Бержерак, Отелло, хотя там хореографический спектакль, насколько я понимаю. Скажите, поскольку это лучшие тексты, наверное, когда-либо написанные, какие-то из реплик своих героев вы себе присваивали? Может быть, что-то из того, что вы говорили в качестве того или иного героя, становилось чем-то очень близким для вас? Ну, бывает, что это перерастает в какую-то патологию лёгкую, потому что ты живёшь с монологами, не отдавая себе отчёта в это. Вот такое случается, что ты их постоянно про себя проговариваешь и ловишь себя на мысли, то есть достаточно длительное время это делаешь, а потом вдруг понимаешь, что я делаю. Я сейчас должен вроде как другим заниматься. Условно говоря, не в театре. Вы относитесь к той роли, над которой вы в данный момент работаете? Ну, нет. Почему? Уже игранные спектакли, просто вдруг они начинают всплывать неосознанно в голове, и ты начинаешь их проговаривать, и это становится какой-то навязчивой историей. А кто из ваших героев чаще не даёт вам покоя? В последнее время всё равно. И это просто какая-то такая, ну, не беда, конечно, но иногда приходится себя прямо брать в руки, чтобы это не превратилось в какую-то манию. Интересно. Я, кстати, слышала в одном из ваших интервью, когда я готовилась к нашей встрече, что у вас там целая история была с тем, как создавался этот нос, да, ну, всё равно. Ну, снимали слепок с лица, и лёгкий момент клоустрофобии меня посетил в это время, потому что действительно страшно, когда тебе слепок на лицо, а ты ещё живой. Ты не понимаешь, как к этому относиться. То есть целиком лицо, да? Да, и тебе наставляют ровно две дырочки, две трубочки из носа торчат, а всё остальное – это маска. Ну, сначала силикон, потом гипс, и вот с этим минут 15 надо как-то продержаться. И странное ощущение, потому что ты же ничего не видишь. Глаза закрыты, и, собственно говоря, вот эти две дырочки тоже кто-нибудь может так пережать дыхами, и всё закончится. Ну, понятно, что ты как-то можешь это всё скинуть в панике, там, ещё что-то, но для дела-то надо, и вот ты терпишь. Ну, сейчас вы комфортно сосуществуете с этим? Вы, кстати, в единственном экземпляре? Нет, их несколько штук сделали, это рабочий материал. Ну, слава богу, пока ещё один работает. Не так быстро изнашивается. Но это очень забавно. Работать вообще с маской на лице – это расширяет возможности актёрские. Ты начинаешь вытворять иногда такие вещи, которых сам от себя не ожидаешь. Вдруг. Вы поступали в театральное училище, будучи уже достаточно в таком осознанном возрасте, если не ошибаюсь, вам было 24 года. Я и сейчас достаточно молоденький, чисто внешне я имею в виду, и поэтому это давало мне преимущество. То есть я, в общем, как бы наравне со своими однокурсниками мог играть абсолютно любые возрастные категории, там, от Ромео до Джульетты. Да, но при этом, конечно, был колоссальный опыт. Я отличался, я понимал, что отличался. На меня не составляло проблемы придумать какие-то этюды, потому что у меня просто моя личная жизнь давала мне средства для фантазии. А вот именно в момент поступления на фоне этих совсем юных мальчиков и девочек вы чувствовали себя более уверенным? Нет, я был совсем не уверенный, но это отдельная история, не хочется даже вдаваться. Я был дико закомплекционным человеком. И моя профессия – это и спасение для меня, и способ самореализации, и всё на свете. То есть это не просто профессия, это целый комплекс как бы жизненный, философский для меня, который позволяет мне реализовываться в этой жизни. Григорий, для тех, кто интересуется вашей биографией, далеко не секрет, что вы занимаетесь альпинизмом. Ну, то есть как занимаетесь? Каждый год вы совершаете восхождение на ту или иную... Если гора пускает, то каждый год. Два последних года горы меня высоко не пускали. Да, и опять же я вспоминаю, из какой-то беседы с вами журналистов, вас спросили, что для вас является вершиной номер один. Ну, имея в виду там восьмитысячники, известно, вы сказали, что К2 у вас стоит на первом месте, а Эверест, как ни странно, на втором. Ну, хотя чисто математически должно быть наоборот. Ну, это просто такое, знаете, мое внутреннее стремление уйти от такой вот излишней пафосной популярности. Меня немножко раздражает то, что нравится всем всегда. То есть я никогда не брался за книгу, если она была популярной в этот момент. Я ее перечитаю, когда пройдет какое-то время и спадет ажиотаж. То же самое, что касается фильмов. Ну, не могу мне какое-то внутреннее ощущение, да, протеста, как правильно сказали. Появляется я не хочу. Эверест очень популярная вершина. Ну, и вот, естественно, у любого человека спросить, какая гора самая известная, все скажут, естественно, Эверест, потому что она самая высокая. А если перенести это на вашу профессию? У вас для вас в актерской профессии есть некие вершины, которые вы бы назвали? Я не ставлю себе каких-то определенных целей, как-то абсолютно не присущие моей натуре. Что-то определить одно конкретное, к этому двигаться. Мне интересно жить как бы немножко по наитию, брать из воздуха интуитивно. Вот куда тебя толкнет, что вдруг подскажет пространство. Роли же тоже очень важны играть в тот момент, когда они что-то могут сказать зрителю. Безусловно. Чтобы это не было пустое действие просто там. Ну, классика, к счастью, пользуется репутацией вечной востребованности, независимо от того, что и когда. Но, тем не менее, все равно вот есть какие-то пьесы. Вот я думаю, все равно почему сейчас сыгрался этот спектакль. Потому что очень важная тема, в принципе, ну, такого героя. Человека, который не идет на компромиссы со своей совестью прежде всего. То есть вообще ни в чем. Настолько абсолютный человек, что таких не бывает. Поскольку у нас сейчас в обществе это все стирается грани. Как бы, ну, лучше быть каким-то соревнячком толерантным и как-то немножечко все так спокойненько на тормозах спускать. Моя хата с краю никого не знаю. Главное, чтобы меня не трогали. И спокойно существовать в своем благосостоянии. То есть мысль о том, что можно чем-то пожертвовать ради какой-то идеи, она как бы очень серьезно выжигается из общества. Поэтому появление Серано сейчас это почти как, ну, ну, невербально, конечно, для людей, которые это все смотрят. Это как спасительный круг. Это возможность поверить в то, что еще и существуют такие люди. Ну, как бы возможность того, что они могут быть. Такой несерьезный достаточно вопрос. Наша программа называется «Гости». Скажите, у вас есть какое-то место на Земле, куда вам нравится приезжать? Вы в гости больше всего? Не люблю вообще в гости ходить надолго, скажем так. Потому что я очень чувствую, как люди воспринимают. Я очень чувствительный человек. И поэтому я в гости больше, чем на день обычно никому не хожу и не езжу. А я имела в виду в более широком смысле страна, куда вы в гости. Город. Ну, то есть не обязательно каким-то конкретным людям? Горы – это, наверное, самая притягательная точка. Киргизия, в нее чаще всего езжу, не знаю почему, но там как-то сложилось. Там очень много людей, близких по крови и по духу. И они совсем другие, чем в больших городах. И я там отдыхаю душой. Даже если у меня не получается восхождение, я знаю, что у меня будет обеспечен отдых. Потому что, ну, это романтики. Романтики высокого пошиба. Они способны на подвиги, способны на какие-то атруэтические поступки. И при этом, конечно, природа. Потрясающая природа. Слава богу, что еще не загажена людьми. И там есть что посмотреть, куда сходить. Ну, и достаточно близко от Москвы долетел за три часа. И все, и наслаждаешься. А я сейчас вдруг вспомнила, что тоже в каком-то из ваших интервью вы назвали, что горы – это заповедник хороших людей. Да, да, это да, безусловно. Но сейчас, к сожалению, с тех пор, как появилась коммерция, и она туда тоже дошла. Потому что коммерческие восхождения. То есть какие-то горные туров или что это? Да, ну, помимо горных туров существует очень много людей, клиентов, которые, ну, просто из стремления реализовать свои какие-то амбиции человеческие. Заказывают себе гидов там, снаряжение, все там покупают, все за большие деньги делают. И этого человека ведут, значит, на вершину. Конечно, может быть, после этого он что-то изменится в его душе. Но вопрос изначально, с чем, с каким импульсом человек идет тут. Горы и вообще трудности, экстремальные условия, они, прежде всего, для того, чтобы очищать свою душу. Конечно. Если нету такого посыла внутреннего, то и не получится ее очистить. Он спустится и ничего не поймет, зачем он туда ходил. И такие есть. И бывают, встречаются неприятные. Ну, вот все, что вокруг, те люди, которые, ну, действительно, такие фанаты своего дела, они ходят ежегодно. Вот это, да, это заповедник. Уникальные люди совершенно. Потому что они, как правило, совмещают в себе еще какие-то там массу интересов. Это люди разносторонние, это не просто спортсмены. Кто-то там, не знаю, носители какой-то истории колоссальной, там, чуть ли не с Висбором, Высоцким и прочее. Этих людей все знают, они прям штучные. Ну, вот каждый год можно увидеть с ними, о чем-то поговорить, как-то пообщаться, послушать, что они там рассказывают, там, истории каких-то восхождений, еще чего-то. Да, это безумно интересно. Спасибо большое, что заглянули к нам в гости. Было очень приятно вас видеть в программе. Ура! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!